В студии телеканала «Север» Елизавета Кабанова. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» – программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненецкого автономного округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа состоялось рабочее совещание по комплексному развитию сельских территорий с участием представителей власти региона и Заполярного района. В августе в режиме ВКС программу обсудят с главами муниципалитетов. Основной темой прямого эфира председателя постоянной парламентской комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению Александра Чурсанова в социальной сети ВКонтакте стало обеспечение пожарной безопасности в селах Ненецкого округа. С 1 августа в регионе начнет работать программа «Арктический гектар». Жители округа смогут получить свои бесплатные гектары земли на территории Приморско-Куйского сельсовета. Соответствующее решение приняли депутаты собрания на заключительной в этом парламентском сезоне сессии. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» провели серию прямых эфиров для пользователей социальной сети ВКонтакте. Участие в прямых эфирах приняли депутаты Андрей Попов, Наталья Кордакова, Максим Арбузов и Александр Чурсанов. Основной темой беседы председателя постоянной парламентской комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению Александра Чурсанова стало обеспечение пожарной безопасности в селах Ненецкого автономного округа. Главные проблемы – высокий износ и низкие технические характеристики пожарной техники в селах, отсутствие специализированных боксов для ее размещения и малое количество персонала на постах, отметил парламентарий. На селе создано 18 подразделений отряда государственной противопожарной службы, две пожарные части и 16 отдельных постов. Работает 58 человек, в подавляющем большинстве это водители автомобилей. В 13 сельских населенных пунктах с октября 2018 года осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина. Она объединяет 40 добровольцев, фактическая оплата за дежурство составляет 800 рублей. Тема действительно сегодня актуальная и важная, потому как пожаров в этом году было очень много. Понятно, что это была и холодная зима, но все равно необходимо уделять самое пристальное внимание этой теме, как и органам государственной власти, так и органам местного управления. Как отметил парламентарий, процесс по решению накопившихся проблем необходимо начинать как можно быстрее, строить гаражные боксы, обновлять парк пожарной техники. Параллельно необходимо готовить специалистов, отвечающих квалификационным требованиям и профессиональным стандартам для каждого подразделения на селе. С учетом дефицита окружного бюджета работа будет проводиться поэтапно. Именно такой формат общения с жителями округа крайне актуален в период пандемии сегодня. Ну и в принципе социальные сети, такие как ВКонтакте, Инстаграм, иные социальные сети сегодня очень популярны. И популярны не только среди молодежи, но и среди среднего возраста, старшего поколения. У меня очень много знакомых, которым больше 50 лет, они общаются ВКонтакте. Ну это нормально. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов в рамках своего прямого эфира с избирателями рассказал о работе собрания депутатов Ненинского автономного округа в завершившемся парламентском сезоне и подвел итоги работы фракции «Единой России», которой он руководит в собрании. За парламентский сезон с сентября 2020 года по июль 2021 состоялось 9 сессий собрания депутатов Ненинского автономного округа. Было рассмотрено 119 вопросов, принято 83 закона округа и 218 постановлений. Максим Арбузов подробно остановился на изменениях в окружной бюджет, принятых на 37-й сессии основных направлениях по расходам. Эпидемия заставила работать на основном формате с нашими избирателями, учитывая то, что у нас все-таки отдалено сельских населенных пунктов и как-то нужно отчитываться перед избирателями. Поэтому в прошлом году мы приняли решение работать в новом формате и провели ВКС с сельскими населенными пунктами. Это было в декабре, в январе и в мае. То есть, когда непосредственно мы общались, избиратели наши из населенных пунктов задавали вопросы. И потом, несколько это было даже удобно, потому что на следующий ВКС мы приглашали по проблемным вопросам или руководителей департаментов, или специалистов, которые непосредственно отвечают за определенный блок. И правильно было решение о том, чтобы провести прямые эфиры непосредственно после сессии, когда депутатский корпус уходит на каникулы. На этой неделе были проведены прямые эфиры, был анонс, когда могли непосредственно каждый житель Нинско-автономного округа задать вопрос депутату. И впоследствии при прямом эфире можно было ответить на эти вопросы. Темой моего выступления было это социальные выплаты, которые предусмотрены в окружном бюджете. Это непосредственно те выплаты, которые это 3 миллиарда 100 прямые выплаты. Ну и косвенные выплаты, это те, которые субсидии по ЖКХ, по перевозкам. То есть, там большой блок, который нужно рассказывать людям, потому что мы все-таки живем в условиях Крайнего Севера. И люди должны понимать, что на самом деле у нас Россия, по соответствии с Конституцией, это социальные государства, так же, как и наш Нинский автономный округ. И все социальные, у нас бюджет носит социально ориентированную направленность, поэтому все выплаты предусмотрены в бюджете. Может быть, не в полном объеме, как бы хотелось, но тем не менее, помощь тогда осуществляется. Во время эфира мне поступило несколько предложений. Это были предложения от малого и среднего бизнеса, и это правильно, потому что они работают в условиях Крайнего Севера, и много возникает вопросов. Поэтому эти вопросы будем прорабатывать непосредственно с профильными департаментами. А также, ну, был вопрос и по тому, что партия «Единая Россия», фракция партии «Единая Россия» в собрании депутатов сделала поправку во время принятия изменения бюджета, потому что бы увеличить на миллион сто сумму на капитальный ремонт для ДК в ОМИ. Нельзя вариться в собственном саку, необходимо, чтобы были предложения от наших избирателей, от жителей Нинского автономного округа. И формат может быть любой. Или это непосредственное участие и непосредственный какой-то разговор, или это ВКС, или это прямой эфир. То есть все средства важны и нужны. В собрании депутатов Нинского округа состоялось рабочее совещание по комплексному развитию сельских территорий. Участие в нем приняли председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко, руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альбет Чебдаров и глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова. Как сообщила Надежда Михайлова, в настоящее время идет процесс обработки информации от глав муниципалитетов, сбор предложений от профильных департаментов. В плане развития сельских населенных пунктов Заполярного района будет учтена информация по разным направлениям. Это и соцобъекты, жильё, дороги, инженерная инфраструктура, связь и сельское хозяйство. Наталья Кордакова также предложила участь и туристическую составляющую. По мнению заместителя губернатора Татьяны Лагвиненко, прежде всего должна быть экономическая целесообразность мероприятий программ развития села. Для этого необходимо сделать сравнительный анализ и выявить тенденции. Например, проанализировать количество детей в поселениях за последние несколько лет, чтобы закладывать строительство школы под определённое количество учащихся. Аналогично по сельскому хозяйству, планируя строительство фермы, необходимо понимать, будут ли реализованы молоко и молочные продукты в поселении. Особое внимание, по мнению участников совещания, следует уделить созданию рабочих мест. Соответственно, нужно проанализировать потребность в кадрах, проводить профориентацию, организовывать обучение по востребованным специальностям в рамках трёхсторонних соглашений. Для того, чтобы наши поселения развивались, необходим план и системное его выполнение. Сельские жители должны видеть конкретные мероприятия, сроки их исполнения, чтобы понимать, что будет в будущем с их поселением, отметила Наталья Кордакова. Сохранение доли сельского населения по России не менее 25% – задача, которую поставил президент России. В 2019 году была принята федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий на 2020-2025 годы. Чтобы участвовать в ней и получать федеральное софинансирование, нужна региональная программа, добавила депутат. До 1 августа план развития сельских населённых пунктов Заполярного района должен быть доработан. В августе в режиме ВКС он будет обсуждён с главами муниципалитетов. Также будет подготовлена презентация для жителей сёл. Практически в ручном режиме органам власти Ненецкого автономного округа пришлось решать проблему, возникшую с отмены целого ряда рейсов на Москву компанией «ЮТЕЙР», что доставило большие неудобства жителям региона. Тревогу из-за отмены авиарейсов по маршруту Наринмар-Москва забили депутаты Собрания Ненецкого автономного округа на заключительной в этом парламентском сезоне сессии Собрания депутатов. Вот картина на сегодня на 9 часов утра. Киров, Сыктывкар нет билетов до 20 июля. Архангельск до 9 июля. Москва до 10 июля. Вчера на Москву билет ещё был. За 39-407 рублей эконом-класс до Москвы. Но так как вчера отменили рейсы на 8 и на 14 июля ЮТЕР, люди пошли сдавать билеты. Как им уезжать, они не знают. Рейсы отменили, билетов нет. Глава региона отреагировал на болезненную для жителей округа проблему. То есть, поверьте мне, у меня ровно такое же возмущение, потому что неоднократно попадал в такие истории, когда они отменяли рейс, а у меня срывалась командировка на важное совещание. Вот ровно так же. Ну ладно, там совещание может подождать. А когда у человека плановая операция, квота какая-нибудь медицинская, и его там ждут в стационаре. Поэтому разделяю ваше возмущение, даю поручение департаменту отработать этот вопрос. Менее недели потребовалось профильному департаменту, чтобы экстренно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Её причины и принятые решения обсудили в ходе еженедельного рабочего совещания главы региона с руководителями органов власти. Авиакомпания «Юльтер» на июль месяц отменила 6 рейсов. То есть это по одному рейсу в неделю, где-то там где-то два рейса получилось. Это 8, 14, 19, 21, 26, 28 число. Мы направили в адрес авиакомпании за подпись заместителя губернатора Вадима Викторовича Сокова письма о том, чтобы они не отменяли эти рейсы. В случае невозможности отмены рейсов они обеспечили перевозку пассажиров на ближайшие даты, в том числе без взимания дополнительной платы и использования специального тарифа. Причина отмены рейсов авиакомпании «Ютейр» – острая нехватка экипажей. Порядка 100 человек персонала заболели коронавирусной инфекцией. В основном – бортпроводники, более тесно контактирующие с авиапассажирами. Без бортпроводников, количество которых на авиамаршруте строго рекламентируется по количеству основных и запасных выходов, отправиться самолётом в полёт невозможно. И они не могут просто физически выполнять часть рейсов. Приходится признать, что ковидная реальность вмешалась сегодня во все сферы жизни и бьёт по всем направлениям. По экономике, по бизнесу и, самое главное, по здоровью людей. Выбили такое количество экипажей у «Ютейра», что они не могут даже рейсы регулярные закрывать. Сотрудники профильного департамента проанализировали полётную карту региона в июле и вмешались в сложившуюся ситуацию. Ближайший рейс – это в Москву на 10 июля. Причём там цена довольно-таки высокая, то есть билетов мало осталось, то есть больше 30 тысяч. Остальные рейсы там 11 июля и там по Насыктывкар с 19 на Киров, с 23 на Москву, «Руслайн» 25 июля. Удалось договориться с «Руслайном». Напомним, авиакомпания «Руслайн» осуществляет летние чартанные рейсы из Наринмара в Москву и обратно по субсидируемым тарифам каждое воскресенье. Эти рейсы были введены по более раннему поручению главы региона. Направление определили сами жители округа. В сложившейся ситуации по отмене рейсов авиакомпании «Ютейр» на Москву, округом была достигнута договорённость о введении дополнительных рейсов в этом направлении в полётном расписании компании «Руслайн». Рейсы также субсидируемые. В одну сторону билет для взрослого человека с багажом стоит 9 900 рублей. Первый дополнительный рейс компании «Руслайн» выполнила 9 июля. Второй дополнительный – 14 июля. Совет законодателей обсудил реализацию программ семейной ипотеки и льготной ипотеки в регионах России. Этот вопрос законодатели обсудили на президиуме Совета законодателей. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа представил спикер Александр Лутовинов. В парламентарии рассмотрели вопрос о ценообразовании на рынке жилья в условиях реализации программ льготного ипотечного кредитования. В 2020 году около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выданы в рамках льготной ипотеки. Из них 75% по льготной ипотеке под 6,5%, рассказала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. В целом она отметила значительный рост ипотечного кредитования, но вместе с тем и последующий рост цен на жильё. По данным Федеральной службы госстатистики, с апреля 2020 года по апрель 2021 года цены на жильё на первичном рынке выросли на 17%, на вторичном – на 13%. В соответствии с июньским постановлением правительства России продлевается программа ипотечных кредитов по льготным ставкам. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. В других регионах установлено в размере 6 миллионов. По итогам заседания спикер окружного собрания Александр Лутовинов отметил, что по поручению президента в стране реализуются масштабные ипотечные программы. Продлена на год льготная ипотека. Семейная ипотека стала доступна для семей с одним ребёнком. Принимаемые меры направлены на поддержку граждан, поскольку жилищный вопрос – один из самых насущных для граждан. Это также позволяет развивать жилищное строительство, но при этом следует особое внимание уделить мерам по пресечению роста цен на жильё. Жители Ненецкого автономного округа могут бесплатно получить арктический гектар уже в августе этого года. В соответствии с федеральной программой, принятой по аналогии с дальневосточным гектаром, на сессии регионального парламента был принят региональный закон о территориях, которые можно использовать для выделения населению арктических гектаров. Согласно федеральной программе, жители России смогут получить в безвозмездное пользование гектар земли, расположенной на территории арктической зоны Российской Федерации. Программа уже опробирована на Дальнем Востоке. Здесь она пользуется популярностью. Но следует заметить, что Дальний Восток и Арктика имеют свои территориальные особенности. В рамках 119-го федерального закона предусмотрена разработка проекта закона субъекта Российской Федерации с описанием местоположения территорий, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с данным федеральным законом и площади таких территорий. Это принципиальное отличие реализации программ Дальневосточного и Арктического гектаров, поскольку на Дальнем Востоке приняты законы субъектов о территориях, так называемых, нельзя. На территории арктических субъектов принимаются законы о территориях можно. При разработке регионального закона о территориях для выделения арктических гектаров была учтена важная особенность Енисского автономного округа. 95% территории округа составляет земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для оленеводства. Таким образом, практически вся территория округа на сегодняшний день находится в аренде оленеводческих хозяйств и не может быть вовлечена под реализацию данной программы. При реализации программы нельзя использовать также земли, которые находятся на территории особо охраняемых природных территорий, территориях традиционного природопользования, лесного фонда, объектов культурного наследия, территорий общего пользования, земли под автомобильными дорогами, приграничные зоны побережья и территории населенных пунктов. Ограничений много. В профильном ведомстве изучили вопрос досконально, посоветовались с жителями ряда сельских муниципальных образований и провели опросы. Наиболее востребованными в этой связи обозначились территории, где учтено также мнение жителей. Это деревня Куя и прилегающая к ней межселенная территория заполярного района. Всего выделено 1293 гектар, 5 гектар в самой Куе и 1288 гектар на близлежащей межселенной территории. В дальнейшем, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, с учётом мнения жителей округа, в том числе коренных малочисленных народов севера, список территорий будет расширяться. Предоставление участков будет проходить поэтапно. Первые полгода получить их смогут только местные жители, проживающие в Ненецком автономном округе, а с февраля 2022 года уже и другие жители России. Земельные участки можно будет использовать под строительство жилья и для ведения бизнеса. Земли будут предоставляться в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. По истечению срока землю можно будет оформить в собственность или заключить договор аренды. Единороссы предлагают изменить подход к реализации государственной программы 30 на 70. Речь идёт о жилищном строительстве на селе. Вопрос рассмотрели на заседании депутатской фракции партии «Единая Россия» в собрании депутатов Ненецкого автономного округа под председательством Максима Арбузова. В работе фракции приняли участие депутаты Александр Лутовинов, Александр Чурсанов, Наталья Кордакова, Андрей Попов, представители администрации Ненецкого автономного округа и органов исполнительной власти. Окружные парламентарии в ходе заседания обсудили ряд законодательных инициатив, подготовленных депутатами парламентской фракции партии «Единая Россия». В частности, депутат Наталья Кордакова выступила с инициативой об изменении участия граждан в государственной программе комфортного жилья 30 на 70. Напомним, программа предполагает компенсацию на строительство жилья в сельских населённых пунктах, где 30% оплачивают жители, а 70% – окружные средства. В настоящее время на основании заявлений формируется очередь на получение таких компенсаций. Как пояснила депутат, на одной из встреч глава Харуты предложил предусмотреть механизм, когда возмещаются потраченные средства в размере 70% уже после строительства. Гражданин строит дом на свои средства, вводит его в эксплуатацию, после направляет заявление на получение компенсации. Депутаты с инициативой согласились и рекомендовали профильному департаменту в сентябре представить соответствующие изменения в порядок предоставления компенсации. Наталья Кордакова также отметила, что в ходе рабочей поездки в образовательное учреждение посёлка Красное педагоги задали вопрос по выплатам сельским специалистам за услуги ЖКХ – 1200 рублей в месяц. В зимний период она составляет 2160 рублей. Педагоги подчеркнули, что компенсация давно не индексировалась, и обратили внимание, что 2160 рублей выплачивается только три месяца, хотя зимний период длится гораздо дольше. Поступило предложение продлить на пять месяцев выплату в зимний период в размере 2160 рублей. Окружные парламентарии также обсудили обучение выпускников на основе целевого направления. В настоящее время по целевому направлению в других регионах страны обучается 103 жителя округа. Некоторые из них после окончания учебных заведений не планируют возвращаться в округ. Депутат Александр Чурсанов отметил, что необходимо актуализировать реестр востребованных профессий в округе. Для этого необходимо подключить к работе все органы исполнительной власти и проработать вопрос, по каким направлениям в округе существует дефицит специалистов. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали профильным департаментам до сентября проработать рассмотренные предложения и вернуться к их обсуждению в новом парламентском сезоне. В начале июля завершился очередной парламентский сезон в собрании депутатов Ненецкого автономного округа. Его итоги на заключительной допарламентской каникул-сессии подвел председатель собрания депутатов Александр Лутовинов. Парламентский год не входит в рамки календарного года. Как правило, он стартует в сентябре и завершается летом. За период с сентября 2020 года у нас состоялось 9 сессий окружного собрания. Мы с вами рассмотрели все вместе 119 вопросов, принято 83 закона округа и 218 постановлений окружного собрания. Теперь наша задача состоит в том, чтобы реализовать эти решения, которые были выработаны вместе с администрацией Ненецкого автономного округа, вместе с общественностью. У нас для этого будет ближайший в том числе и летний период, о котором я уже говорил. Поэтому сейчас, конечно, необходимо нам, как говорится, отдыхать некогда, будем продолжать совместно работу. Парламентские каникулы, принятые постановлением собрания депутатов Ненецкого автономного округа, продлятся с 5 июля по 29 августа. Мы за этот парламентский год работали достаточно эффективно. Сейчас нас ждут каникулы, но я обращаю внимание, что в каникулярное время не проводятся только сессии. Работа депутатов как здесь непосредственно в городе Наринмаре, а также в отдаленных населенных пунктах, она будет продолжена. И мы эту работу планируем. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в сентябре после депутатских каникул вместе с началом очередного парламентского сезона. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин